Анна Дар Сталь Путь выживания Конец 21 века Человечество с напряжением наблюдает за стремительными климатическими изменениями на Земле, когда возникает вирус Сталь За считанные дни ввергающий мир в хаос Молодая девушка в компании несовершеннолетних племянников пытается пересечь охваченную пандемией Европу, чтобы воссоединиться с остатками своей семьи Но ее путь искажается под прессом ужасов, происходящих на дорогах Герои быстро понимают, что их компания слишком слаба, чтобы противостоять безжалостному башмаку Стали, уверенно поставившему человечество и человечность на колени Часть первая Глава первая Я резко распахнула глаза Определенно точно это была звуковая волна Может быть, гром? Я машинально посмотрела в панорамное окно, перед которым стояла массивная двухметровая кровать, в которой я просыпалась уже шестое утро Восход солнца, если верить все тому же часовому циферблату, сегодня состоялся в 4.03 За тот час восхода, который я без зазрения совести совершенно спокойно проспала, природа успела пробудиться Ранние солнечные лучи заливали боярышник и два тутовых дерева, растущие во внутреннем дворе прямо перед домом На голом флагштоке аккуратно балансировала оляпка За высоким соседским забором, сделанным из лакированных деревянных балок, лениво подавал голос старый пес, породой ретривер по кличке Инглинг Некоторое время я продолжаю лежать в постели, прислушиваясь к окружающей меня рассветной тишине Но больше ничего не слышу Даже соседский ретривер замолчал после пяти контрольных тявканей Окончательно убедившись в том, что ничего не происходит, я потягиваюсь, гулко выдыхаю, сбросив с себя нагретое сонным теплом одеяло Поднимаюсь с постели и направляюсь к окну Босые ноги приятно воспринимают текстуру теплого паркета и стика Я случайно наступаю пяткой правой ноги на приспущенные пижамные штаны и сразу же поправляю их За окном разливается теплый рассвет, обещающий жаркий день, ясное небо и ни единого облака, или хотя бы дуновение ветра Неужели это был гром среди ясного неба? Нужно будет посмотреть прогноз погоды на сегодня Развернувшись, направляюсь в уборную, но по пути задеваю правой ногой собственную походную сумку, собранную мной накануне Гулко выдохнув и мысленно закатив глаза, я все же не меняю ни место расположения сумки, ни своего маршрута Уже спуская воду в унитазе, я понимаю, что хотя и не ощущаю ничего особенного Все же способ моего пробуждения внес в мое душевное состояние некий дискомфорт В виде тонкого беспокойства, хорошо маскирующегося под утреннюю сонливость Отложив на потом момент утренней гигиены и переодевания, я спускаюсь на первый этаж и сразу же направляюсь на кухню, чтобы заварить себе легкий кофе Пока ожидаю положительного результата от кофемашины, начинаю просматривать свежие публикации новостных интернет-порталов Но ничего интересного так и не нахожу За исключением того, что сегодня ожидается плюс 20, без осадков и с абсолютным безветрием Кофемашина, наконец, просит меня извлечь из ее грота готовый напиток Но я уже слишком сильно сосредоточена на отсутствии новостей Поэтому лишь выключаю машину и отставляю ароматное лато в сторону Телевизоры я в своей жизни смотрю реже, чем плаваю нагишом в природных озерах Но за последние пять дней я почти сравняла этот лишенный смысла счет Пульт я нахожу здесь же, на кухонной столешнице И, наконец, включив телевизор, следующие пять минут пролистываю новостные каналы Ничего существенного так и не нахожу Сплошные межгосударственные споры за территорию и власть на валютных рынках Медицинские статистики, политические дебаты, экологические предсказания И, между этим всем, реклама ортопедических стелек Сверхнового детского питания, бесконтактной краски для волос Нового караоке-бара в центре Осло И экспрессивные обещания туристических агентств Естественно, не соответствующие реальности В очередной раз, сделав вывод о том, что телевидение беспощадно Я убавляю звук телевизора, беру свою порцию утреннего лата и направляюсь к широкой панорамной двери Чтобы насладиться утренней прохладой, стоя на деревянной террасе Все еще покрытой тенью дома, смотря на неестественно ровный зеленый газон Только начинающий заливаться утренними лучами солнца То, как сейчас ведут себя люди, стоит им только услышать гром среди ясного неба Или лишь заподозрить что-то неладное, неудивительно Я не одна такая с этим тиком, если подобное поведение можно определить данным словом Однажды я видела, как из-за кратковременного града В переполненном баре едва не случилась настоящая, страшная своей зрелищностью давка Град в апреле — ничего особенного, ничего больше Но в наше время людям этого пятиминутного природного явления достаточно, чтобы начать кричать об апокалипсисе и впадать в панику Правда, очень часто бывает страшна Все люди знают, что не готовы к апокалипсису Причем к любому его виду, без исключений Поэтому любой, даже самый незначительный намек на подобную возможность Всегда заканчивается паникой Мелкой, вроде просмотра всех новостей на всевозможных ресурсах Либо крупной, вроде давок в городских барах и метро Но это всегда паника Остается лишь надеяться на то, что я все же не особенно подвержена Всему этому бреду, разлившемуся по земному шару в виде новостных сводок о скором вымирании человеческого вида Хотя кого я обманываю? Смысл врать самой себе? Хотя я и не вникаю в весь этот театр абсурда Я, как и все мои современники, являюсь свидетелем неоспоримых фактов грядущей трагедии И, как преимущественное большинство, надеюсь успеть состариться и умереть именно от старости До того, как этому безумному миру придет неизбежный конец Лет 80 — неплохой возраст Если умереть именно в этом возрасте, получается, что у меня в запасе есть еще 55 лет Хотя кого я вновь пытаюсь обмануть? Зачастую мой образ жизни может организовать для меня конец задолго до моего 80-летия И он откровенно часто рискует стать куда более красочным, чем заурядное угасание старческого тела в собственной, если повезет, постели Тихая смерть от старости, да еще и в собственной постели — слишком хороший расклад Но кто сказал, что слишком хороших раскладов не существует? Существует Еще как существует Одна моя знакомая, не красавица, да и не особо умная, пару лет назад вышла замуж за русского олигарха Уже родила от него двоих детей и сейчас постит во всех доступных ей социальных сетях свои лакшери-фотографии с яхты, дрейфующие где-то между Охотским и Беринговыми морями Неизвестно, насколько она счастлива После свадьбы мы с ней не общались, но я бы себе подобной жизни точно не пожелала Муж — собственник, круглогодично запирающий тебя на яхте, подозрительно напоминающий самодостаточный город, где тебе особенно нечем заняться, кроме как рождением детей Даже лучшим шампанским толком не насладишься, потому что ты либо беременна, либо занята грудным вскармливанием Хуже только выйти замуж не по любви И все же, если обещаемый всевозможными ораторами апокалипсис вдруг начнется с суши, собственная яхта могла бы пригодиться каждому из нас Но только лишь в том случае, если вода не обернется против человечества первой С чего вообще началась вся эта история с приближением конца света? Определить час икс не составит труда любому человеку возрастом старше пяти лет Ровно пять лет назад Евразия вдруг разрезалась на две части Не то чтобы напополам Континентальный разлом получился даже маленьким, если смотреть на него из космоса Однако для человечества образование нового континента за считанные годы стало настоящим фильмом ужасов Сектонический разлом прошел по территории Италии, Австрии, Словакии, Польши и Украины С обратной стороны отделив получившийся кусок пирога территории Турции Здесь разлом пришелся всего в десяти километрах от Стамбула После чего черные и мраморные моря слились в одно Вскоре названное морем разрыва Карта мира перекроилась не за одну ночь, естественно Но все равно за достаточно быстрый промежуток времени Начавшийся пять лет назад тектонический разрыв Завершил свое формирование лишь спустя два года Образовав не только одно новое море Субтитры создавал DimaTorzok